И снова здравствуйте, друзья! В эфире Телегид и я, Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Эта неделя на ЛРТ подарит вам две захватывающие премьеры и картины, которые не дадут скучать вам по вечерам. Подробности узнаете из нашего обзора. На этой неделе вам предстоит быть во всеоружии, ведь вас ждет знакомство со следователем Протасовым. Полковник – старший советник юстиции. Он работает в прокуратуре по особо важным делам. Представители преступного мира называют его лисом, но у него волчья хватка, твердые принципы, редкая проницательность и очень тяжелый характер. Его призвание – очищать землю от преступности. На какие подвиги пойдет Протасов ради этого, вы узнаете по будням в 13.00 и 23.30. Обыск дал удивительный результат. То, что ни одной фотографии, ни одного документа, ни одного отпечатка. Ну, в общем, человек нам попался непростой. Служебный роман – это такая банальность, можете сказать вы. Но сердцу, увы, не прикажешь. Именно в такие обстоятельства ввязалась героиня еще одного премьерного сериала. Жене очень хочется найти свое женское счастье и хорошую работу. Начать она решила с последнего. Девушка получает желанное место, но есть один риск – влюбиться. Ее берут на должность секретаря сына главы компании. Ее новый начальник Александр оказывается жутким лентяем. Спасет ли героиня своего босса? Увидим в четверг и пятницу в 8.30 утра и в 18.30. Ты решила, что можешь мне грубить, обвинять меня в трусости и унижать мое достоинство? Это благодаря вам я стала такой. Не понял? Не важно. Если таки вы набрались смелости, я сама лично принесу вам заявление об увольнении. Румба, самба, ча-ча-ча, лучи софитов и стремительные движения танцоров. Ленту о том, как прекрасен и жесток мир танцевальных конкурсных площадок, увидим в среду. Александр – победитель Кубка мира по латиноамериканским танцам. Он готов пойти на все ради очередного титула. В очередном противостоянии соперникам конкуренты прибегают к любому оружию. Хитрости, предательству и даже любви. Но стоит ли победа того, чтобы отречься от собственных чувств? Узнаем в фильме «Сделка» 19 июля в 20.45. Стоп, Саша. Подожди, так не пойдет. Ты ни себя не показываешь, ни ее не показываешь. Ты должен себя показать и партнершу. Каждый шаг делай осмысленно. И не торопись. Когда она подходит к тебе, не опускай голову. Все время держи осанку. Всем любителям научной фантастики посвящается. В четверг вы увидите загадочную картину о космонавтах. Экипаж космического корабля возвращается на Землю. Однако на нем обнаружены значительные повреждения, несовместимые с жизнью космонавтов. Несмотря на это, они живы. Единственная проблема – все находятся в коме. И у врачей не получается вывести их из этого состояния. Кроме того, у них в крови обнаружено странное вещество, аналогов которому до сегодняшнего дня нет на Земле. Что же это? Увидим в ленте «Контакт» 20 июля в 20.45. Я проверила, у него все рефлексы и реакции в норме. Так все! Вы что, не понимаете? Это вещество может привести к гибели всего человечества. Оно испортило обшивку и проникло в спускаемый аппарат. Для всех будет лучше, если оно навсегда останется в лаборатории. Ну а закончить рабочую неделю я предлагаю в приятной компании Джонни Деппа. По легенде, девять рисунков, сделанных рукой Люцифера, спрятаны в трех печатных изданиях. В них есть головоломка, разгадав которую, можно вызвать на Землю самого дьявола. Один богатый дядя нанимает эксперта Дина Корса, чтобы тот помог ему. Но когда герой приступает к этому делу, то сталкивается с загадочными убийствами. Мистический триллер «Девятые врата». Смотрим в пятницу в 20.45. А гравюры вы изучали? Похоже, в них кроется тайный смысл. Разумеется. Вот, к примеру. Эту можно воспринимать как предупреждение. Кажется, что она говорит, «Осмелишься зайти слишком далеко, и опасность обрушится на твою голову». В таких книгах часто бывают такие головоломки. Особенно учитывая, кто был соавтором. В течение недели в городском округе Люберца было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье 10.00 и 19.30. В этом платье народная артистка выходила на сцену в образе предводительницы преисподней. Огромный огненно-красный шлейф развивался и требовал особенного искусства в движении. И, возможно, это был самый элегантный дьявол в истории русского театра. А эти выходные точно будут волшебными, ведь ЛРТ покажет сказочную историю, которая знакома многим с детства. Когда старая колдунья прокляла юную прекрасную принцессу, королевское семейство сделало все возможное, чтобы предотвратить трагедию. Но в день 15-летия принцессы предсказание все же сбылось. Девушка уколола палец веретеном и заснула на целых 100 лет. И теперь развеять колдовские чары и пробудить девушку ото сна сможет только прекрасный юноша, прошедший через множество испытаний. «Спящую красавицу» смотрим в субботу в 22.45 и в воскресенье в 12.00. Субтитры создавал DimaTorzok Хотите знать о нашем телеканале больше? Тогда постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv Там вы узнаете актуальную информацию об онлайн-трансляциях, а также увидите, как происходит запись программ. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Присоединяйтесь к нашей дружной компании. С вами была Анна Троян. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok